А врачам бывает страшно? Бывает. А чем в этом случае все могло бы закончиться? Погло бы закончиться летально, к сожалению. Кате четыре, но за свою маленькую жизнь она прошла совсем не детский путь. Лицо Кати мы вам не покажем. Забегая вперед, в ее случае почти все обошлось, и сегодня она много улыбается. А было? Где-то месяца два она точно была у меня в реанимации. Была кома, отек мозга. А началось все, казалось, безобидно. Диарея, рвота, день-два, педиатр районной больницы решила, что режутся зубы. А потом жизнь ребенка пришлось спасать. Осложнение отказывали почки, скорая, угроза жизни. И можно было бы списать на стечение обстоятельств и частный случай, если бы не тенденция. Больных с таким осложнением, атипичным гемолитико-уримическим синдромом стало больше. Вызывает его токсин кишечной палочки. Банальная вирусная инфекция, банальное, то есть нарушение, функциональное нарушение, какое-то, то есть пищеварение, может привести к очень плачевному. Потому что, к сожалению, оно никак не проявляет в себе болезнь. На первом этапе недостаточно, то есть оказание помощи. Не всегда профессионально. И поэтому мы имеем, что имеем. Отделение в Краевое детское – единственное в регионе, где спасают таких больных. С начала года их было уже пять со всего края. Один мальчик даже из Иркутска заболел на отдыхе в Яровом. Сначала думали ОРВИ, в итоге почти два месяца в реанимации. Когда счет идет на часы, детей доставляют даже вертолетом. Каждая упущенная минута может привести к необратимым последствиям. Вызывает тяжелые поражения, в частности почек, системы свертывающей крови и поражение головного мозга. И если вовремя не начать диализ, за год в этом такого рода единственном отделении в Крае их делают больше 500, процесс может перейти в хроническую стадию. В случае с Катей так и произошло. Через год – рецидив. Я буду держать Катерину, хорошо? Больные редко выживают. Даже при оказании. У нас просто оказался препарат на данный момент. У Кати хроническая почечная недостаточность, артериальная гипертензия. Но мы живы. Здесь признаются, когда на реанимационной койке малыш, даже врачам, видавшим многое и правда страшно. Но вопреки страхам, Катя сегодня улыбается и рисует свое здоровье. Евгения Даровская, Алексей Фрезин. День с толком. Мухаммед. Мухаммед. Субтитры создавал DimaTorzok